Итак, друзья, выбираем воздушную пробку на джеле Эмгрант ЕЦ7. Маленькая предыстория. Холодная печка, не включается газовый редуктор, настроен на 45 градусов. Снимают старую крышку. Правда, сначала первым делом я убедился, что рабочий термостат, как положено, нижний патрубок был холодный сначала к перезаводке, верхний теплый. Нагревал до 85 градусов, включался термостат и все замечательно работало. Значит, дело не в нем. Начал искать другую причину. Процел такой ведерочко под старую крышечку. На следующее утро где-то одна треть набралась. Понятно, думаю, от старой крышки где-то подсасывает. Убрал, купил новую. Ну, что сказать, результат нулевой. Попробую ее открутить и выгнать, просто прокачать шланги. С помощью руки все шланги. Газовая, печка. Результат опять никакой. Подставил опять ведерочко, убедился утром. Где-то одна шестая опять набирается. Не держит. Снял от первой резиночку, поставил сюда. Поездил. Опять никакого результата. Купил третью. Поставил. Теперь все сухо, замечательно. Ни каплики. Держит. Ну, проблема не исчезла. Опять воздушная пробка. Редуктор не включается. Печка холодная. Перекинул шланги. Летом, в прошлом, я печку промывал. Я видел в конце. Ну, там ссылочку скину. Перекинул шланги. Сейчас вы видите, не заводские. Сначала нижний. Сейчас, минуточку. Нижний патрубок. Он идет на газовый редуктор. И вот выходит на вот сюда. А это в двигатель. Соответственно, сначала на заводской стоял вверху. Этот внизу я их перекинул. На результате опять нулевой. Ну, как нулевой. Я сначала этот патрубок не спешил одевать. Потихонечку выгнал воздух. Ну, минут 25 выгонял. Потихонечку начал просачиваться. Да, включил. Но недолго радовался. А утро опять пробка. Заехал на уклон. Градусов 30. Снял крышку радиатора. И пытался выгнать пробку. Часа полтора. Гонял, результат нулевой. Зашел в магазин. Думаю, надо собирать уже тройник. Купил тройник. Шланжики, хомуты. Ниппель. Без камерки. Буду спускать, думаю, воздух. С продавцом разговаривался. А он мне предсказал. Видите, какая красота. Кранчик. Шикарно. За нас уже давно все придумали. Достал маленький шланг. Купил пару хомутиков. Наставил. И очень удобно. Перед заводкой отпускал. И здесь прям пузырилось. Выходил воздух из печки. Слабое место. Была печка. Постоянно там завоздушивалась. Вот включил двигатель. Что-то в парнем остею вертвить. И он там позорится. Воздух из печки скапливается. Выходит потихонечку. Сейчас отключу кранчик, покажу. Здесь специальная проточка, чтобы выходил воздух. Резиночка. Уплотнитель. Прекрасная идея. За нас уже давно все придумали. И вот таким макаром я на протяжении трое суток потихонечку стравливал давление. Один-два оборота. Ну, где-то, может быть, минуту-две закрывал. Потом, может, опять стравливал чуть-чуть. Опять закрывал. На четвертой сутке проблема была решена. При этом каждый день я утром доливал бачок. И сама система брала себе столько, сколько нужно. Просто каждые три дня я подливал. Вы знаете, что я был удивлен. Литра 3,5-4 ушло. Купил 5-литровый бачок. Представляете, сколько там системы. Хорошо и мало перемещался. И надлительный, как не сказалось. Он у меня никогда не перекрывался. Печка стала дуть теплым, потом горячим воздухом. Редутер включался, как положено. При настольке 45 градусов. Все. На четвертой сутке я уже езжу и забыл о проблеме. Кому понравилось данное видео и понравилось данное решение, принимаем на вооружение. Всем приятной езды. Получайте удовольствие. Крепкого здоровья. Ставьте палец вверх. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...